Доброе утро, дамы и друзья! Доброе утро, дамы и господа! Итак, в эфире очередная, внеочередная программа «Особое мнение». И должен вас заранее предупредить, что передачи под этим названием продлятся три раза подряд. Позже вы узнаете почему. Но начнем с относительно последних известий. 15 октября парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении поправки к конституции страны. За них проголосовали 112 депутатов из 150. Но напомню, что большинство мест в грузинском парламенте имеют представители партии «Единое национальное движение», а лидером этой партии является президент Грузии Михаил Саакашвили. Поправки разрабатывались около полутора лет, и они предусматривают перераспределение власти от президента к премьеру. Правительство становится высшим органом исполнительной власти, ответственным за внутреннюю и внешнюю политику страны. А глава правительства получает право назначать и увольнять министров силового блока, а также глав региональных администраций. По действующей конституции это является правом президента. Обновленная конституция Грузии вступит в силу не сразу, а в несколько этапов. Часть поправок начнет действовать в течение ближайшего месяца, другая – с января 2011 года. А окончательно новая редакция основного закона вступит в силу с 2013 года после очередных президентских выборов. Против принятия новой редакции конституции выступили грузинские оппозиционеры, которые считают это конституционным переворотом. По их мнению, действующий президент пытается подстроить основной закон под себя, чтобы остаться у власти после 2013 года, когда закончатся его президентские полномочия. Поправки, как полагают оппозиционеры, позволят Михаилу Саакашвили, например, пересесть в кресло премьера, сохранив при этом реальную власть. Но, друзья мои, где-то мы это уже слышали. Ну а теперь перенесемся на полтора месяца назад, в первую неделю сентября. 9 сентября по московскому телеканалу «Россия» в программе ток-шоу «Дежурный по стране» выступил глубоко уважаемый и достаточно сильно любимый мной сатирик Михаил Жванецкий. Жванецкий обратился к властям России с просьбой обнародовать закрытую цензурой информацию о Грузии. Вот что сказал Михаил Жванецкий. «У меня слезная просьба. Откройте нам Грузию. Это я говорю уже туда. Говорю в очко телекамеры, в дрожащее очко телекамеры. Говорят, что у них внутренняя политика умнее внешней. Все говорят, что они уничтожили коррупцию. Все говорят, и я не знаю, прочесть об этом негде. Все говорят, что они там ГАИ ликвидировали, что у них в министерстве молодые люди министрами служат по 27 лет. «Что нам мешает позаимствовать? Посмотреть в скважину, что там происходит. Сообщите нам, что там происходит. От того, что об этом не говорят, ощущение, что там рай». Друзья мои, это было сказано 9 сентября, полтора месяца назад. 9 сентября, в этот самый день, когда Жванецкий выступил в программе «Дежурные по стране», я улетел из Тбилиси, где провел перед этим неделю. И сейчас мне хочется рассказать и Михаилу Жванецкому, и вам, уважаемые телезрители, о том, что я там увидел. И я надеюсь, что Михаил Жванецкий лучше поймет, если посмотрит три эти передачи, которые предстоят, что такое рай, который устроил Грузии и его тезка Саакашвили. Итак, передача первая из цикла «Мое открытие Грузии». Добрый день, дамы и господа. Итак, очередная программа «Особое мнение» с Александром Грантом в особом месте. Знаете, друзья мои, я прилетел в этот город первый раз в своей жизни и сразу влюбился в него окончательно и бесповоротно. Невозможно не полюбить Тбилиси, как столицу древности, переплетенную с современной жизнью. Когда я смотрю отсюда с горым Тацминда прямо на собор Святой Троицы и перевожу взгляд на президентский дворец, я вижу вот эту незримую связь между давним-давним прошлым этой страны и ее настоящим. Но, друзья мои, я приехал в Тбилиси не любоваться архитектурой. Страна переживает довольно серьезную часть своей самой современной жизни. «Ново, друзья! Кто? 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 Кто… Пятьμέпеса! Несколько дней назад президент Саакашвили встретился с активом своей партии и изложил им очередную фазу своей программы. Президент, как и прежде, высказался за абсолютизацию президентской власти. Он сказал, что его совершенно не устраивает рекомендация Венецианской комиссии, которая рекомендовала ему брать пример западноевропейских коллег-президентов, быть прозрачнее и демократичнее. Михаил Саакашвили настаивает на том, что его стране сейчас нужна крепкая рука. И он дал гарантии, что будет править этой крепкой рукой. Президент подчеркнул, что оппозиция, которая присутствует в его законодательном органе, в общем-то является антигосударственной силой. Он употребил именно эти слова, что оппозиция действует против государства. И подобное заявление не может не настораживать. Но в дальнейшем, друзья мои, мы еще тщательнее коснемся этих проблем, потому что целью своего визита в Тбилиси я поставил разобраться, что же такое сегодняшняя оппозиция правящему режиму. Парк Антацминда, откуда я беседую с вами, дамы и господа, любимое место отдыха тбилисцев и, наверное, приезжих не просто со всей Грузии, а со всего мира. Он находится над городом, и я уже показал панораму. Но все дело в том, что в свое время, после войны, которая началась в Грузии после развала Советского Союза, парк был основательно разрушен, и пока он принадлежал городу, превратился в нечто среднее между свалкой и проходным двором. Затем его приобрел олигарх Бадри Фатрикацешвили, ныне покойный. Обстоятельство смерти его тоже предмет для особого разговора. Бадри решил сделать из этого города грузинский Диснейленд. Он приобрел аттракционы и различные места отдыха детей, которым действительно можно позавидовать. Но он не довел эту работу до конца. Он ушел из этой жизни. И рядом со мной знаменитый еще сталинской поры ресторан Тацминда, который свидетельствует о том, что не все наши помыслы и желания успевают реализоваться в то, что мы задумали. Итак, придя к власти, Михаил Саакашвили начал с того, что построил президентский дворец на берегу Куры, который вы сейчас видите. Постройка этого здания обошлась минимум в 600 миллионов долларов. Больше, чем в полмиллиарда, дамы и господа. Причем, как мне сказали местные специалисты, деньги эти были взяты из американских фондов, которые предоставила наша страна на развитие демократии в Грузии. На фронтоне президентского дворца написаны строки из Шатару Ставели. Добро пробеждает зло и длится вечно. Рядом с президентским дворцом вы видите крест церкви. И вот сочетание креста и символа власти, наверное, и будет означать борьбу добра со злом. А кто в ней победит, пока не знает самый прозорливый фролог. Мы поговорим не о будущем, а о настоящем и недавнем прошлом Грузии. Итак, дамы и господа, 3 февраля 2005 года безвременно скончался председатель правительства Грузии Зураб Жвания. Но по поводу этой смерти, вы, наверное, хорошо помните, ходила масса толков, вопросов было гораздо больше, чем ответов. Многие говорили, что эта смерть не была тем самым несчастным случаем, как это было квалифицировано грузинскими следственными органами и прокуратурой. Как всегда, в случаях, когда по непонятным причинам из жизни уходит политический лидер, за этим стоят какие-то силы, и эти силы не обозначались, но предполагались. Во всяком случае, основной версией властей было то, что это был несчастный случай, смерть в результате отравления угарным газом. Но кому бы я ни обращался из экспертов и в Грузии, и в России, и в Соединенных Штатах Америки, все однозначно говорили, что собранные по делу доказательства указывают на насильственную, а не естественную смерть. Как всегда, в таких случаях возникает два криминальных вопроса. Первый вопрос – ищите женщину. Второй вопрос – кому это выгодно. Но тема женщины в случае с Зурабом Жвания отпадает. А вот кому это выгодно, остается неясным многим, но ясным немногим. И к одному из таких немногих я решил обратиться сегодня. Это младший брат Зураба Жвания, Георгий Жвания. Георгий, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за ваше согласие побеседовать на эту тему, потому что, может быть, для меня и для наших американских зрителей многое станет сегодня ясным. Вы считаете, что Зураб был убит? Да, конечно. Вы располагаете какими-то вескими доказательствами этого? Да, мы в течение всего этого времени собирали материалы, которые были нам доступны. И когда мы заявляем, что это было убийство, мы, конечно, исходим из тех материалов, которые у нас собраны. И однозначно они указывают, что это не был несчастный случай. Я могу вам рассказать, на что мы опираемся, когда об этом заявляем. Ну, начнем с самого начала. После того, как произошел этот случай, на рассвете 3 февраля 2005 года, в считанные часы власти в лице министра внутренних дел и генеральный прокурор присутствовал на этой пресс-конференции, заявили, что это был несчастный случай, что Зураб Жуаня и также один из высокопоставленных чиновников в Грузии. Георгий, как вам кажется, с самого начала официальное расследование велось должным образом, или оно с самого начала, так как было, на тормозах? С самого начала собирались представить это как несчастный случай. Да. И в этом направлении, сразу об этом заявили, пригласили ФБР, подключили к расследованию. Ну, где-то приблизительно через месяц этого расследования уже была пресс-конференция с участием представителя ФБР в Грузии, где они вместе все заявляли, что это был несчастный случай. Хотя у нас-то очень быстро возникли вопросы. Ну, первые вопросы у нас возникли, когда мы стали ознакомляться с заключением ФБР. Этот документ довольно противоречивый, я вам должен сказать. Он состоит из двух частей. Одна часть – это техническая, где описывается, как они поставили следственный эксперимент, изучили, как работает этот обогреватель, и однозначно люди, которые элементарно разбираются в технических, так сказать, вопросах, имеют элементарное техническое образование. Эти документы есть в деле? Они в деле. Мы эти документы получили от расследования. Эта техническая часть этого документа однозначно указывает, что этот обогреватель работал и до этого, и после этого, и в момент эксперимента абсолютно исправно. То есть никаких холостых газов не было? Да, да, не было абсолютно. Но там есть также заключительная часть документа, которая никак не стыкуется со всем остальным документом, где они пишут, что они не противоречивают, что это следственный эксперимент показывает, что они не противоречит официальному заключению о несчастном случае. Что-то в этом роде у них, формулировка. Вот смотрите, я занимался несколькими подобными делами. Это случай с Анной Политковской в Москве. Это случай с Красновским, белорусским бизнесменом, которого, как утверждает его жена, и тоже материалы дела похитили и убили люди Лукашенко. И вот в случае с Красновским семья пропавшего бизнесмена, она как бы провела параллельное расследование собственными силами. Вы что-то подобное делали? Ну, это расследованием назвать сложно, громко будет. Мы просто собирали материалы. То есть вы собираете официальные материалы? Собираем официальные, но неофициальные тоже. Сейчас не все попадаются нам такие материалы, которые не связаны с официальными. Вот из имеющихся у вас материалов можно ли делать какой-то вывод или предположение, как именно его убили? Это был укол или это был выстрел? Как убили, это очень сложно нам пока сказать. Можно было бы многое прояснить. Часто заходило раз, что речь об этом, править эксгумацию, но мы от этого пока воздерживаемся. Потому что, я думаю, что настанет момент, когда в Грузии, возможно, станет вести нормальное, объективное расследование. и тогда все станет ясно и понятно. Потому что на самом деле очень много материала, очень, это как-то чувствуется на скорую руку, эту версию о несчастном случае стряпали, и там очень много, так сказать, промахов у этой версии. Самое интересное, одна указывает на то, что это не было несчастным случаем, хотя бы то, что они в считанные числи, ну, не знаю, через 2 или 3 часа, когда министр внутренних дел заявлял на всю Грузию, что это был несчастный случай, 5 лет прошло, более 5 лет прошло уже, даже не 5, 5,5 лет прошло после этого, и они до сих пор не могут закрыть дело. То есть вас, как родственников, регулярно извещают о том, что оно продляется и продляется? Нет, они приняли специальные изменения в закон, которые подразумевают, эти изменения подразумевают, что это дело может быть незакрытым, так сказать, незавершенным вечно. Раньше были сроки ограничены. Сейчас эти сроки не ограничены, они закрывают землю, и тем самым эти материалы, которые там есть, они нам не становятся доступными всей общественности. Но доказать официальную, так называемую, версию они никак не могут. Еще один немаловажный вопрос. Зураб Жвания был непростой, смертный премьер-министр государства. Ему обязана была положена охрана. Охрана в данном случае давала какие-то показания? И была ли она? Ну, охрана давала показания. Там в показаниях два основных охранника фигурировали. Один, якобы, который сопровождал его и начальник охраны. Но их показания очень противоречивы. И, я бы сказал, ложные. У нас есть два показания абсолютно противоречивых. В одном охране говорит одно, в другом говорит совершенно противоположие. Официально охрана председателя правительства Грузии это кто? Это же не частные детективы? Это люди из какой-то государственной службы? Да, это государственная служба. И они государственные службы. То есть это офицеры? Да, конечно. Они продолжают служить? Или что с ними? Их судьба вам неизвестна? Ну, один пошел. После этого один из них был в личной охране одного известного человека в Грузии. Сейчас не знаю, где он находится. А у другого перевели. Он долгое время был на очень высоком посту в правительстве Табилиси. Но сейчас не знаю, где он находится. Ну, и наконец, когда мы говорим об этом и задаемся вопросом, кому это выгодно. Насколько я понимаю, Саакашвили, Жвания и Бурджонадцы были лидерами демократического движения. Они вместе, так сказать, пришли к власти. И они были заодно. Между ними, я имею в виду, между Саакашвили и вашим братом, что пробежала какая-то черная кошка в отношении? Ну, я не могу сказать, что они вместе пришли, потому что противоречия между ними начались намного раньше. С самого начала? Ну, не, не с самого начала. Когда происходила революция Рос в 2003 году, в ноябре 2003 года, между Зурабом и Саакашвили были серьезные противоречия. Противоречия принципиального характера? Или тактические? Ну, скорее, я назвал бы личный, потому что Зураб был лидер, потом Саакашвили стал расти как лидер, у него появились свои амбиции, он решил создать свое движение, он откололся от Зураба. Ну, это уже приняло довольно острое, так сказать, противостание. Вот в конце, осенью 2003 года уже были местные выборы, не местные, а парламентские выборы, за которыми последовала революция Рос, и на этих выборах эти две партии были довольно, так сказать, оппонентами друг друга, довольно серьезными оппонентами. Но потом уже в процессе революции, это было, кстати, большей частью требования самых людей, которые шли на эти митинги и требовали отставки Шеварднадзе. Одно из таких серьезных требований этих людей было, что тогда Зура и Бурджанадзе были вместе, что вот эта тройка объединилась. И они были уже единой силой. И они, в принципе, потом уже после революции они объединились, слились их партии, но противоречия от этого, конечно, не исчезли. В течение того одного года, когда Зура был премьер-министром, ну, команда Саакашули постоянно ставила палки в колеса. Насколько справедливо я услышал в одном месте здесь, в Тбилиси, что как бы Саакашвили и Жвание не поделили власть, а поделили в профессиональные сферы влияния, что Саакашвили оставил себе силовые структуры, а Жвание взялся за экономику. Это так или нет? На самом деле это так. Саакашвили оставил себе Министерство обороны, внутренних ЛКГБ, ну, всех силовиков. Полностью он контролировал. Даже в тот период, когда формально, допустим, был одним из силовиков, человек из команды Зураба, это был Георгий Барамидзе, но в любом случае эти структуры оставались целиком подконтрольны Саакашвили. А Зураб взялся за экономику, за социальную сферу, за огромные проблемы. Когда эволюция произошла, они пришли к власти, там была пустая казна, многомесячные, даже не месячные, а годовые задолженности по зарплатам, по пенсиям, которые были мизерно, смехотворно мизерные, ничего фактически не функционировало. Но в течение одного года все эти проблемы разрешились. За один год. Но потом все это быстро закончилось. Ну и наконец, все, человека не стало, осталась семья, остались родственники. Можете ли Вы сказать, что после смерти Зураба на семью оказывали какое-то давление? Я не говорю отрицательное или положительное, любое. Или задабривали, или запугивали, или отнеслись вниманием, или забыли? Ну, вниманием особенно не относились. Ну, сперва пытались, конечно, задабривать, но потом, когда поняли, что это, ну, приносит особых результатов, ну, оставили эти попытки. Были попытки там психологического нажима, ну, это тоже, сейчас не хочу так, широко это рассказывать. Ну, сейчас такого силового воздействия не было. Ну, что ж, спасибо большое. Я желаю Вам успеха в завтрашнем сборе винограда. Спасибо. Спасибо большое Вам. Тбилиси и коллеги не раз говорили мне, что при нынешнем президенте Тбилиси превратился в некое подобие Потемкинской деревни, где здание с парадной стороны выглядит совсем не так, как с черного хода. Пытаясь украсить свой город, нынешний президент перекинул через Куру, неподалеку от своей резиденции, ажурный мостик, который Тбилиси, отдавая дань, отдавая дань, извините, американизму Михаила Саакашвили, назвали его Памперс Бридж, настолько он похож на детские подгузники. А здесь, в самом начале проспекта Руставели, за моей спиной здание бывшего грузинского парламента, а до этого института марксизма-ленинизма. Посмотрите, внушительное, массивное, солидное здание с колоннами темного мрамора, с красивым белым фронтоном, и обещанием построить на этом месте отель Кемпинский. Но если свернуть за угол и снять это же здание с черного хода, то мы увидим то, что здесь называют Потемкинской деревней. Ну, а вот, дамы и господа, то же самое здание с обратной стороны. Глядя на него, особенно четко представляется, что его на самом деле построили немецкие военнопленные, но не в 45-м, 46-м, как это было на самом деле, а, скажем, в 42-м, и где-нибудь в Сталинграде. Такова истинная цена Потемкинской деревни президента Саакашвили. Кстати, во дворе этого бывшего здания парламента и сейчас можно видеть белую скамеечку, рядом с которой в 95-м году стояла заминированная Нива, объект второго покушения на тогдашнего главу Республики Грузии Эдуарда Амвросиевича Шеварнацзе. Но это отдельная история. С лидером Лейбористской партии Грузии Шалвой Наталашвили мы встречались пару месяцев назад в Соединенных Штатах, когда он находился там с визитом. Здесь у себя на родине он назначил мне конспиративную встречу в 70-ти километрах от Тбилиси и всего в 4-х километрах от новой границы Грузии с Южной Осетии, которые сейчас контролируют российские войска. Шалва. Шалва. Два месяца назад мы с вами беседовали в студии RTNW МНВ на границе между Нью-Джерси и Манхэттеном. Сегодня мы с вами опять оказались на границе, но совсем на другой границе. В 4-х километрах отсюда новая граница Грузии и образование, которое вы называете Южная Осетия. Из этих мест граница в направлении России тысячелетиями проходила в 250 километрах. Это лес моего детства. Ничего не придумываю. А старания Месса Акашвили, которые спровоцировали заранее проигранную войну с Российской ядерной империей. Вот в стороне Месса Акашвили российские пограничники стоят вот в этих горах и урдически данное направление уже пограничная полоса. Вот поэтому мы находимся в оппозиции в отношении этой власти и наверное сейчас не будут удивлены наши друзья из нашей Нью-Йоркской студии ИСАК и другие которых я передаю привет из этих мест зачем мы так иногда являемся радикалами в оценках. Эти оценки реальные. Стратегически вот эти горы являются большим успехом для российских военных скажем. Отсюда открывается прорыв на Тбилиси сколько здесь 60 километров? Отсюда открывается прорыв не только на Тбилиси на Тбилиси 30 километров по прямой да по прямой отсюда открывается прорыв в Малой Азии в Турции в Иран и к Индийскому океану это же практически крыша региона район главных кавказских хребт поставишь один радар и весь регион на контроль так что стараниями нашего дорогого президента мечта некоторых фундаменталистов о том что приблизиться к Индийскому океану хоть с радарным путем осуществились об этом мы предупреждали господину Саакашвили что не нужно много прыгать чтобы не потерять и того которые у нас сохранились в течение тысячелетной борьбы наших предков но на один прекрасный вечер господин наталашвили вы правильно совершенно сказали что столкновение этих двух сил маленькой грузии и большой россии было однозначно определено кто в ней победит расчеты вашего президента признаете вы его или нет но он пока президент на то что вмешается международное общественное мнение и помешают этому они не оправдались в таком случае исход всего этого можно считать таким негласным союзом Саакашвили и путина хотя они друг друга не любят что Саакашвили отдал Путину эту территорию ну что касается нелюбви я позволю себе не совсем согласиться потому что большая любовь иногда вызывает огромную ненависть ну говорят от любви до ненависти один шаг да миллиметр между ними была и большая любовь когда он приходил к власти российский официальный круг официальный его поддерживали это нескрытое явление всем об этом знаем но цель Акаашвили когда он начинал эту авантюру заключался в единственном укрепить свои лобби в Соединенных Штатах как борца против Российской империи он прекрасно знал что российские войска и сухопутные и космические и воздушные сдвинулись в направлении Грузии он прекрасно знал он не глупый кстати чтобы Америка не начинал ядерную войну против России чтобы их остановить он это все прекрасно знал и НАТО не включился в этот процесс и он прекрасно значит понимал что территории били потеряне пограничники начали бы контролировать ситуацию из этих гор но он значит свою персону свое положение свою должность значит осуществует для того чтобы принести жертву Грузию и получить статус борца против империализма настолько этот титул он получил настолько укрепился поддержка в отношении его персон в Вашингтоне я немножко сомневаюсь но цел расчет заключался в этом чтобы поднять свой вес как борца против империализма который царяет территории но делает благое дело ведет борьбу против этой акули геополитической ну что Грузия и так маленькая еще там оторваться на сколько территории не проблема зато сокращенный феномен сравним с родиной и сравним с антиимпериализмом он Фидель Кастро по-американски нет Фидель Кастро по-грузински тогда перенесемся к собственно грузинским проблемам вы продолжаете оставаться членом парламента в формальном смысле сегодня парламент начинает работу судя по вашему виду вы без галстука вы так сказать не придете на заседание парламента мой парламент вот эта страна вот этот народ кстати вот здесь видно осетинская деревня вот осетин живут они лучше знают грузинский язык чем многие грузины вероисповедения одни тоже традиции одни тоже и грузины и осетины вот заживут мирно то есть между осетинами и грузинами нет никаких проблем это один народ практически и пока этот народ не воссоединится эти территории не восстановятся говорится о том что в парламенте что-то можно решить особенно при однопартийном управлении когда тут абсолютно конституционное большинство это правейшая партия национальное движение антинациональным движением я его назвал конечно говорить не приходится поэтому мы знак протеста уже два с половиной года не ходим так называемые парламенты потому что были беспрецедентные фальсификации в котором участвовали вооруженные силы полиция спецслужбы прокуратура судебная система бюджетники все если вооруженные силы вели борьбу против внешнего врага так и против оппозиции они это делят это территории не были потеряны тем не менее знакомясь с политической структурой законодательной ветви власти вашей страны я увидел что у вас оппозиция как бы делится на парламентскую оппозицию и не парламентскую оппозицию то есть ряд деятелей такие как Нино Борджонашвили или Борджонадзе они вышли из парламента в знак протеста или что-то еще вы остались но вы тоже не парламентская а в парламенте осталась не только партия Саакашвили там еще 4 или 5 партий мы практически между небом и землей и в парламенте и не в парламенте ну в режиме официального бойкота находимся считаемся членами парламента некоторые оставили эти мандаты мы тоже написали заявление об уходе из парламента но они не удовлетворили не издали убив в отношении нас они просто попадались очень ужасные ситуации когда одна партия оставался там влиятельной а остальные вот эти партии которые там остались это ручная оппозиция которые были созданы властных структурах и которым говорят что вот сейчас вы будете выступать и будете одобрять вот эти действия а вот эти действия не будете одобрять и вы будете хорошими мальчиками и девочками и мы есть награды высокими значит премиальными и другими бизнес-сегментами которые на вас оформим Такие предложения в отношении нас были из уст самого господина президента, кстати, я должен сказать правду, он свои обязанности в этом направлении выполнен, лично подошел к нам в офис и прямо ему предложил сотрудничество в качестве ручной оппозиции и знать последствиями бизнеса и должности и все-все. Естественно, он получил неблагодарность, а отказ сухой и строгий, но другие коллеги, наверное, пошли по объективным соображениям на этот путь и они думают, что данное направление более дипломатичное, более рафинированное, более цивилизованное. Правда, мы не так считаем. Сейчас в эти дни в Тбилиси находится группа из четырех наших конгрессменов и я читаю, что они прибыли специально для бесед с оппозицией. Они встречаются с оппозицией. В сегодняшней газете я читал, что эти встречи происходят. Там были перечислены названия оппозиционных движений и партий, но лейбористской партии там не было. К сожалению, самая рейтинговая оппозиционная партия не встречается с американскими гостями, стараниями президентской администрации и посольства Соединенных Штатов Америки, которые составляют списки с участием этой ручной оппозиции, которую специально они создали, посадили в парламент и сказали, что вы будете выполнять роль оппозиции, роль хороших мальчиков и девчонков, а это не парламентская оппозиция, это уличные мальчики и девчонки. То есть технология этих встреч происходит следующим образом, что посольство отправляют в госдепартамент, госдепартамент извещает комитет Конгресса, комитет Конгресса уже предлагает им повестку дня. Практически американский народ остается обманутым вновь, потому что на их деньгах засприезжают делегации. То есть вы считаете, что наши законодатели встречаются с марионетками? Ваши законодатели являются яркими лоббистами господина Саакашвили. Во главе господина Маккейни, господина Лугара и некоторых демократов, которые там сидят, тут в отношении Саакашвили и демократы, и республиканцы почему-то единомышленники. У нас такое впечатление остается. Как вы объясняете? Я все-таки знаю, что когда наши конгрессмены приезжают в страну, так сказать, мягко говоря, неблагополучным режимом, они встречаются там с ярыми, с самыми ярыми оппозиционерами. Когда они приезжают в Москву, по старой памяти, вы помните, они встречались с диссидентами. Когда они приезжали в республики Закавказья, в Азербайджан или куда-то еще, они встречались там с гонимыми и преследуемыми. И как бы они были буфером, конгрессмены, между дипломатами и другой властью. Здесь же получается наоборот, им подсовывают, так сказать, осетрину второй свежести. Да, их обманывают бессовестным образом, обманывают в наших американских друзей. Говорят, что это не белый цвет, а это черный цвет. На черном говорят, что это голубой или красный цвет, что-то подобное. Но, понимаете, к сожалению, я буду цитировать господина Байдена в ответ на ваш вопрос, который в прошлый год... Вашего вице-президента. Уважаемого очень. В прошлом году он приезжал в Грузию с официальным визитом. Значит, он был поставлен в курсе дела столько политзаключенных, мучаются в цирмах Саакашвили. Как он разгромил оппозицию, как он превратил страну в качестве концлагерь. Он был информирован полностью в этих направлениях. Мы сами послали на четырех страницах конкретную информацию. А знаете, во время выступления в торжественном премии, что он заявил? Обратился к маме Саакашвили и говорит, вы оберегаете этого парня. Для Америки он очень нужен. Ну, давайте тогда мы все уйдем из Грузии. Останется один Саакашвили. И пусть оберегут Байден, его мама и бабушка. Если народ не нужен. Вы считаете, что по отношению к президенту Саакашвили Америка избрала старую модель сосуществования? Я не буду повторять эти слова. Это плохой человек, но он наш плохой человек. Точная копия и точное повторение политики Соединенных Штатов в управлении Латинской Америки в течение 200 лет, который проводился и который провалился. То есть, значит, направлялись там диктатуры, короликовые, местные, подзывались американские поддержки. Потом их свергали, потом новые диктатуры тоже с американской помощью. И эта политика, естественно, была проваленной. И Америка сейчас этого не делает в Латинской Америке. Грузия – это мини-Латинская Америка. Грузия – это возвращение Америки в прошлом. В прошлом. В Банановой Республике. И точно, по-моему, вы правильно сейчас вспомнили историю с Эйзенгавером, когда прострестнеры его сказали, что да, он сукинсин. А ответ был лаконичным. Да, он сукинсин, но наш сукинсин. Ну, я бы воздержался от таких формулировок по отношению к действующим главам правительств. Но я оставляю, я оставляю, да, я оставляю это по-за вами. Как бы вы все-таки член парламента. По регламенту нашего парламента эти слова не внесем запрещенных перечислить. За те два месяца, что мы с вами не виделись, в Грузии что-то изменилось, так чтобы об этом можно было говорить. Не только изменилось, но и вот сейчас, в данный момент идет конституционный переворот. Идет, значит, модель, по которому полномочия президента переписывается на премьер-министра. И Саакашуили после истечения второго срока переходит на пост премьер-министра и остается пожизненным правителем. Вы прекрасно знаете, что в отношении премьеров не существуют ограничения в сроках. Они могут 10 и 15 раз находиться там, если его партия права еще и победит. Где-то я уже видел такую модель. А вот есть отличия. Путин не переписал конституции для этого. Он практически лидер этой страны. И без переписки конституции. А Саакашуили, естественно, не практический лидер. Он диктатор и он держится на спецслужбах, на вооруженных силах, на судебных органах. Он не держится даже на 50% на политику. Естественно, если он не перепишет эту конституцию и полномочия не перейдет на пост премьер-министра, его арестуют свои же соратники. Потому что ни один соратник не хочет попасть в ад вместо своим начальников. Понимаете? Поэтому вот в настоящий момент идет этот процесс. Многие из оппозиции, с которой я встречался здесь, приводили другой исторический шаблон. Говорили, что сегодняшняя Грузия – это потемкинская деревня. И я в этом убедился. Я вышел из своей гостиницы на проспект Шатар-Уставели, прошел 20 метров, увидел здание вашего бывшего парламента, которое со стороны проспекта Шатар-Уставели выглядит более чем приятно. Красивые колонны, небольшой заборчик, опрятный фасад. А потом я, любопытство ради, зашел сзади маленького переулка и посмотрел сзади на это здание. Я сразу вспомнил Сталинград в 42-м году. Совершенно разбитое, разбомбленное, грязное нагромождение строительных материалов и обломков камней. Одно и то же здание с фасада и сзади. Это правомочное сравнение? Вы абсолютно точно заметили ситуацию, которая складывается в стране. Огромное нищета и огромное богатство. 10% населения, которое находится в гос. должностях или в бизнесе и пользуется прогрессорством правительства, живет как в развитой Швейцарии или Швеции, не знаю, а 90% населения в физическом смысле голодает. В тбилийских мусорных бункерах появилась группа людей. Это пенсионеры, это ималадские люди, которые приватизировали эти бункеры. И они, если по утрам пройдет и вырустовали, в этих бункерах ищут остатки пищи. Это происходит в Грузии, где в течение тысячелетий никогда голода не было. Вот Калдамор в Украине, голод на Вольфской побережье в 30-х годах, известные другие факты голода и в Соединенных Штатах тоже во время Великой Депрессии. Грузия проблем голода никогда не испытывала. И вот с помощью этой политики мы догадались до того, что вот эти все угодья, все поля, которые можно сейчас попутно снять, остались в диком состоянии. Тут тракторы уже не видели столько десятилетия. А здесь шум тракторов и комбайнов доходил до Турции. А сейчас эти тракторы и комбайны сдали в металлолом в Турции. Ну что ж, поскольку наша конспиративная встреча подходит к концу, я еще раз хочу... Да, я еще раз хочу обратить ваше внимание и внимание наших зрителей на новую границу Грузии, которая проходит по этим горам. И скажите, Шалва, как грузин, как уроженец этой местности, вам жалко всего этого? Я не умру так, чтобы не вернуться к этому. Спасибо. Спасибо. Спасибо.